В деле о финансовой пирамиде «Оптовка» появились новые подробности. Вместе с основательницей фирмы ТО «Финанс Оптогрупп» Еленой Колесниковой установлены семь подозреваемых. Двое задержанные, в отношении остальных ведутся следственные мероприятия. Общая сумма ущерба составила порядка двух миллиардов тенге. При этом на счету у подозреваемой «Бизнесвумен» всего чуть больше ста миллионов тенге. Также правоохранительные органы сообщили, что на ней зарегистрированы четыре автомобиля. Уголовное дело в отношении предпринимательницы Елены Колесниковой до сих пор находится на стадии расследования. Прокуроры объясняют это тем, что в деле около тысячи потерпевших. Владельца трех офисов ТО «Финанс Оптогрупп» и ее сообщница находятся под стражей. А вот второй подельник пока гуляет на свободе. Его выпустили под залог, так как он полностью признал свою вину и помогает следственным органам. «Назначались все экспертизы. Кроме того, сейчас затрудняет то, что вкладчики, ну, такой объем вкладчиков – это более полторы тысячи человек. В настоящее время уже запрошено около тысячи вкладчиков, в том числе и потерпевших. Они были признаны потерпевшими». Стоит отметить, что 36 человек по делу проходят просто свидетелями. Они отказываются писать заявление на Колесникову и до сих пор не верят, что их обманули. Между тем, пока никому из потерпевших получить назад свои деньги не удастся. Во-первых, средства на счету, арестованные автомобили и товар не покроют всех вложений. Во-вторых, до окончания суда счета будут заморожены. Напомним, филиалы фирмы «Оптовка» закрылись 4 октября. Известно, что вклады карагандинцев составляют от 50 тысяч тенге до нескольких миллионов. Вкладчики несколько раз штурмовали здание прокуратуры Октябрьского района в надежде вернуть свои вклады. Айя Мамрина, Исламбекоспан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.